Истец обратился к ответчику с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. В отсутствие правового основания и какого-либо встречного представления, истец перевел ответчику на банковскую карту деньги. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Эпиляции и касации согласились с выводами. Верховный суд напомнил, что обязательства, возникающие из неосновательного обогащения, возникают при наличии трех обязательных условий. Имеет место приобретение или сбережение имущества. Приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица. Приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке. То есть происходит неосновательно. Ответчик ссылалось на то, что деньги были перечислены в связи с поставками металла. Суд первой инстанции, отклоняя данный довод, указал, что отсутствует письменный договор. Между тем, отсутствие письменного договора не является достаточным основанием для вывода о возникновении на стороне ответчика неосновательного обогащения. Определение отменено и дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Продолжение следует... Продолжение следует...